Многие садоводы и огородники мечтают о посадках, о посадках кустарников, каких-то новых деревьев. Вот тоже для того, чтобы корешки попали в землю прогретую, можно положить ленточку целлофана, и земля здесь очень быстро прогреется. Вот я думаю, что здесь будет виноград. Место для винограда выбрать надо путем. Вот в данном случае защита от северного ветра, от сильных иногда, вот юго-западных ветра, это тоже. И чтобы снег был всегда здесь, и солнечный. Очень многие сегодня думают о том, как сделать парник для помидоров, ведь их скоро выносить нужно в грунт. Не у всех есть теплицы. Парничок этот можно сделать очень легко так. Так, если есть каркас, скажем, как у нас, два на один, в плаху высотой, то по каркасу взять грунт на лопату, на штык, вынуть его, и там сжечь весь осенний мусор. Малинник, ботва картофеля, помидоров и так далее. Затем ровно по дну этой ямы разложить оставшиеся каленые уголечки, золу. На это положить навоз, затем землю, поставить каркас. Затем на каркас кладется целлофановый щиток в рамочке. Затем дуги и снова целлофан. Таким образом, под двойным целлофаном и на органическом прогреве помидоры никогда не замерзнут, высажены в апреле. Но землю эту нужно обработать медным купоросом или марганцовкой. Потому что огороды небольшие и, конечно, инфекция может сохраняться. Продолжение следует...